Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Гость в студии» и сегодня для беседы мы пригласили главу города Дениса Олеговича Семенова. Тема нашей программы сегодня посвящена предстоящим выборам, которые пройдут в это воскресенье 10 сентября. Денис Олегович, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! В это воскресенье нам предстоит избрать депутатов городского совета. Скажите, чем вам запомнилась эта избирательная кампания? Во-первых, эта избирательная кампания немножко другая по сравнению с тем, чем была в 2012 году по выбору Совета депутатов местного парламента. И чем она отличается? Ну, в первую очередь, что у нас в этом году мажоритарная система выборов. Это решение было принято Советом депутатов в прошлом году. И инициатором этого решения была партия «Единая Россия», кандидаты от партии «Единая Россия» в нашем Совете депутатов. 15 одномандатных округов. И в этом году у нас огромное количество кандидатов идут на выборы. Это 65 человек. 65 человек. Все 15 участков определены. Так скажем, весь город определен по секторам. В среднем это где-то от 1100 до 1400 проживающих. И вот 65 кандидатам предстоит серьезная работа. И они уже провели большую работу, в частности некоторые из них, чтобы заручиться поддержкой жителей и поддержкой избирателей. В среднем где-то по 4 человека, по 4 кандидата на один избирательный участок будет. Вот 65 кандидатов – это представители 5 партий политических, в том числе еще и есть кандидаты, которые самого движенца. Также хочу сказать, что у нас были определенные кандидаты, которые не прошли, так скажем, процедуру отбора и процедуру регистрации в связи с различными нарушениями, либо непредоставлением более достоверной информации, либо с определенными проблемами в заполнениях. Но на сегодняшний день определено, что 65 кандидатов от 5 политических партий плюс самого движенца принимают участие в выборах депутатов в местный совет. Также у нас в этом году проходят довыборы в Московскую областную думу. Как вы знаете, в прошлом году у нас были выборы в Государственную думу депутатов и выборы депутатов в МОСУ. По нашему 25 округу был выбран Владимир Янович Пекарев. После выборов он сложил в себя полномочия, возглавил руководство города Электросталя. И поэтому на это вакантное место у нас проходят довыборы по 25 избирательному округу. Как вы можете оценить саму компанию, насколько активными были кандидаты? Вы знаете, из 65 кандидатов хочу сказать, что наибольший успех это когда кандидат относится соответственно к предвыборной кампании. В частности, это проведение встреч в дворах, это встреча с жителями, с избирателями, с пенсионерами, это получение наказов жителей. Также углубление, так скажем, в каждом микрорайоне есть определенные темы или иные проблемы. У кого-то проблемы с детскими площадками, их отсутствие или нехватка. Где-то проблемы с парковочными местами, с дорогами, с недостаточной освещенностью. И когда депутаты, кандидаты встречаются с избирателями на участках, они понимают о том, что в том или ином округе существует потребность населения в таких-то делах. И хочу сказать, что отметить конкретно на примере Александра Алавиева и Надежды Николаевны Евдокимова, почетных жителей города Электрогорска. Мне очень нравится, как они занимаются, предвыборные кампании, как они ведут ее. Они встречаются с жителями, проводят поквартирный обход, встречаются со старшим по домам, старшим по подъезду, собирают наказы. Какие-то уже наказы и нам передают в работу, в администрацию, чтобы мы включали в план, что-то более оперативно можно решить, что-то уже включить в финансовые затраты на следующий год. Есть, конечно, категория людей, которая объявилась совсем недавно или начинает себя уже проявлять. Это работа, связанная с резкой критикой происходящего в городе, с резкой критикой меня лично, упоминают администрацию, что там вот где-то что-то там... Ну, не хочу погружаться в эти вещи, тем более в ту грязь, которую там погружают, упоминая там фамилии различные. Хочу сказать, что кто, сами знаете, есть такая пословица, да, кто ничего не делает, тот ничего не переделает. Поэтому у нас как бы к этому спокойное отношение, да, всю, конечно, конструктивную критику, которая идет в наш адрес, где действительно есть недоработки и где не хватило ни времени, ни средств, ни сил на какие-то моменты обратить внимание, мы, конечно, все это учитываем. Ну, а так погружаться в эти состояния, да, и заниматься, так скажем, клеветой или, там, используя, да, там, на негативе пытаться, да, то есть заручиться в поддержку людей, я считаю, это неправильно и непорядочно. И, конечно же, нужно проявлять себя в конкретных делах и в реальных достижениях и прийти и рассказать, да, если ты из себя конкретно представляешь, да, что-то сделай, помоги людям, выполни просьбу, выполни поручения, исполни наказ. То есть конкретно, что можно увидеть, потрогать, пощупать руками, да, и какая-то помощь, она должна быть реально действующей. Поэтому мы на это, как бы на такие вещи, да, когда нас ругают, вот сейчас особенно перед выборами, да, используя, там, для своих каких-то положительных таких моментов, пытаясь, там, грубо говоря, выразить тем самым какую-то поддержку, там, со стороны населения, что вот где-то что-то как-то не доделывают, мы на это спокойно относимся к этому. Что конкретно по делу, конечно, все берем в работу, а все остальное, я думаю, что это неправильно, нужно, конечно, делами доказывать. Я, конечно, рассчитываю на все-таки мудрость, да, людей наших, которые проживают в городе, на то, что люди, в принципе, и так все, мы в Электрогорске, да, у нас город небольшой, все и так друг друга знаем, знаем, кто из себя что представляет, кто реально делает дела, кто прикрывается, там, чужими, да, там, заслугами, там, пытаясь на себя определенные, так скажем, привилегии, да, получить. Вот, и поэтому наших людей очень тяжело обмануть и тяжело ввести заблуждение. Я все-таки рассчитываю, что люди и так понимают, да, кто действительно более опытный, более грамотный, более работоспособный, да, там, скажем, кандидат, которого можно поддержать. И вот, кто больше всего пытается, так скажем, на себя навесить ярлыков, да, вот такого хорошего, да, то этих людей, конечно, я думаю, что люди и так поймут, что эти люди только используют там предвыборную эту ситуацию, да, чтобы им пройти в Совет депутатов, больше, наверное, от них ничего полезного, наверное, и не получишь. Поэтому рассчитываю на поддержку, в первую очередь, избирателей, что они сделают правильный выбор и все-таки сделают высокую оценку, да, каждому кандидату дадут и выберут именно того действительно достойного кандидата, который будет трудиться в Совете депутатов. Расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед будущим Советом депутатов? Ну, в первую очередь, это самая главная задача, это утверждение нового финансового года, утверждение бюджета на 2018 год, это принятие и решение по различным, так скажем, структурным подразделениям, администрации, наших МУПов, МБУ, дорожного хозяйства, все нормативно-правовые акты, да, то есть без решения, без работы Совета депутатов, вот мне, как главе, не обойтись. То есть, вот я всегда говорю, да, что, в принципе, сравниваю Совет депутатов, это как один орган большого организма, да, в целом. Если этот орган будет здоровый, если этот орган действительно будет работоспособный, то весь организм, он работает и дает результат. Если этот орган будет нездоров, да, или неправильно выполняет свою функцию, то в целом, весь организм, он будет от этого страдать, да. То, что у нас Совет депутатов, он играет ключевую роль в развитии Электрогорска, на самом деле, и принятие многих решений, в том числе, которые мне нужно принимать для развития города, которые мне нужно принимать для, так скажем, перспективы, да, там в будущем уже закладывать, это все проходит только через Совет депутатов. И чем работоспособнее, чем будет открытый, так скажем, да, Совет депутатов, который будет напрямую работать с избирателями, работать с их наказами, который будет понимать, да, что вот какие-то есть первостепенные городские задачи, какие-то есть второстепенные городские задачи, да, и мы вместе сообща можем и будем решать эти вопросы. Вот, просто приведу вам, да, вот как пример, просто элементарный пример в отношении вот работы Совета депутатов, который у нас был, вот прошлый, да, который вот сейчас дорабатывает Совет депутатов, провели вот последнее, 66-е заседание. У нас, вы знаете, да, что все работы проходят через торги по 44-му федеральному закону, мы разыгрывали один аукцион на работу в городе, и в результате экономии у нас образовалась часть средств, которые мы могли бы использовать на другие, так скажем, виды работ. Мы экстренно привели Совет депутатов, эти денежные средства перебросили на систему образования, то есть определили их на лицей, на капитальный ремонт столовой, на приобретение, да, новой мебели, то есть уже там в мае и в июне отыграли конкурс, прошел конкурс, закупили новую мебель, приобрели новое оборудование, капитально отремонтировали помещение столовой лицея, и 1 сентября на линейке у нас уже все было готово. То есть детишки уже зашли в школу учиться, и мы для них создали комфортные условия, в частности, вот про то, что я говорю, это вот нормальная, системная, слаженная работа с Советом депутатов. Если Совет депутатов, он, так скажем, будет не совсем работать в паре, там, скажем, с главой, да, или будет еще более чего хуже, там, саботировать, да, или там срывать, да, работу вот всей, то у нас никакого развития не будет. Мы будем стоять на одном месте, и, соответственно, самое главное, это мы потеряем самое дорогое, это время, чего ни в коем случае делать нельзя. У нас нет времени расслабляться, отдыхать, нам нужно постоянно двигаться вперед, развиваться, планы строить, будущее и реализовывать все те проекты, которые у нас намечены. Денис Олегович, вот из Ваших слов очевидно, что Совет депутатов работы должен в тесном взаимодействии с главой, так вот, по Вашей оценке, какие люди должны работать и быть в Совете депутатов? Ну, хочу сказать, что это люди должны быть, на мой взгляд, с губу мое личное мнение, это люди должны быть, конечно, жителями города, чтобы знать жителей, чтобы люди их знали, чтобы общались они с жителями, да, понимали все городские вопросы, проблемы и, так скажем, участвовали во всех процессах развития города, да, то есть, вот, как пример, там, опять же, да, вот, у нас один из кандидатов, это Дмитрий Подивилов, который непосредственно принимал участие и в строительстве городского бульвара, и в строительстве школы номер 14, да, то есть, это люди, которые знают изнутри все проблемы, знают всю ситуацию, да, знают о том, что вот мы какие-то объекты сейчас делаем, завершаем, переходим на новые, то есть, здесь жители просят, здесь потребность, вот, допустим, там, в детской площадке, здесь в парковках, здесь в благоустройстве, здесь в системе ЖКХ, здесь в здравоохранении, там, проблемы, то есть, это люди, я считаю, которые, в принципе, должны, так скажем, быть, действительно, вот, не побоюсь этого слова, народными избранниками, да, то есть, это их доверители, да, то есть, наши избиратели выбирают этого человека, и человек уже, находясь в совете депутатов, да, находясь в составе, они уже понимают, да, то, что мы с ними работаем совместно, сообща, то есть, обязательно должны быть вовлечены во все городские процессы, начиная от медицины, образования, культура, спорт, там, развития, строительства новых, там, зданий, сооружений, благоустройства, то есть, по каждому по своему направлению. Я хочу сказать, что у нас такие кандидаты есть, да, и есть среди кандидатов и почетные, уважаемые жители, и почетные жители, и руководители предприятий, да, которые, в принципе, всю эту систему знают, и которые знают, как все это, сделать этот орган власти, да, рабочий. Вот именно рабочий, одной, единой, обобщенной общей командой, я считаю, что совет депутатов, это у нас, я не могу, да, сказать, что кто важнее в городе, да, там, или глава важнее, или совет депутатов, да, то есть, они, в принципе, на мой взгляд, они, так же вы помните, да, как, когда меня назначали, и совет депутатов, да, выбирал, я оказал поддержку именно совета депутатов, депутаты оказывали поддержку, и мне, как главе города уже сегодня. Я обращаюсь ко всем жителям города Электрогорска, 10 сентября для нас очень важный момент, мы выбираем депутатов в совет депутатов, нам необходима ваша помощь, поддержка, придите, проголосуйте, выберите такого человека, которому вы доверяете, кому у вас располагает сердце и душа. Ну что же, уважаемые телезрители, в эфире была программа «Гость в студии», сегодня с нами был Денис Олегович Семенов, глава города, в студии работала Анна Вязгина, до новых встреч. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова